Итак, вот мой сын, ему 4,5 года, зовут Демид. Итак, в чем лететь? Вопрос возникает, потому что я наблюдаю очень часто, когда детки, родители раздевают, когда прилетают, и они в аэропорту в колготках. Это очень некрасиво, поэтому я делаю по-другому. Вот, у меня сын летел в этом спортивном костюме. Под низ, чтобы не надевать колготки, я надела подштанники. И когда мы только прилетели в самолете, я сняла подштанники, вот, положила в рюкзак. Рюкзак, кстати, очень удобная вещь, детский рюкзак, чтобы он сам его нес, и мы носим его тоже на пляж, то есть тоже очень удобно. В этот рюкзак я могу сложить и свои вещи для пляжа, и его. А в аэропорту там его игрушки, и вот туда можно положить, например, штаны, которые вы сняли, там водичка, ну, все, что надо. Вот, это очень удобно. Не знаю, насколько это лайфхак, но я думаю, может быть, пригодится, может, вы так же делаете. И также под кофточку я надеваю ему футболку. Футболку снимаю кофту, и он у меня остается в этих штанах и в футболке. Но когда вы прилетаете, особенно если это зима, или Египте зима, то может быть ветрено, и, в принципе, эту кофту снимать не надо, надо снимать только курточку. Если вас привозят в аэропорт, то верхнюю одежду, очень теплую, можно отдать, кто вас привозит и кто вас будет забирать. Я, в принципе, так не сделала. Я изначально просто взяла не сильно теплую куртку. Сейчас я вам покажу. Вот в этой курточке он летел. Я просто потом ее сняла и заменила на другую. Сейчас тоже вам ее покажу. Думала, что будет прохладно, но прохладно не было, и он был просто в свитерке. И шапку я делаю ему сразу не теплую, а вот такую вот легкую. Поэтому проблем там с большим количеством вещей не было. Если вам интересно, то на моем канале также есть видео, что я брала для себя. И, кстати, летела я в спортивном костюме и вот в такой накидке, как тренч. Довольно и как бы мне холодно не было, мне было тепло, и было комфортно. Я его сняла и оставалась в спортивном костюме. Но это уже отдельная история, отдельное видео. Мы попали в очень хороший отель. Он в Ухте, поэтому ветра нету и не холодно. И я на ребенка ни разу не надела вот эту куртку. Это очень легкая куртка. Она как ветровка Колумбия. Она уже у нас несколько лет, и она, по-моему, безразмерная. То есть он уже носит ее, наверное, года два. То есть реально очень классная, но она не пригодилась. То есть нам, в принципе, достаточно было вечером только вот этой вот кофты. Я в видео тоже раньше ее показывала, буквально недавно. Вот, она хлопковая. И вот таких вот футболок с длинным рукавом. То есть, когда вы летите с маленьким ребенком, вам достаточно взять две. Я много взяла. Я взяла три разных цветов. Но, можете, две, три. Достаточно две. Простернуть тут очень легко и быстренько повесить. То есть это не проблема. Собрать грязные вещи и везти обратно не стоит. Так вот, с длинным рукавом я взяла такие футболочки. Три штучки. Под штаны. Штанов тоже взяла трое. Разных цветов. Вот такие вот светлые, темные и цветастые. И мы, в принципе, надевали все эти на флисе. А вот эти вот просто хлопковые. Точно так же штанов, если вы летите на неделю, штанов достаточно только двое. Можете обойтись даже одними, на самом деле. Зависит от того, насколько у вас ребенок там бегает, пачкается. Ну, понятно, что сменка нужна. Трое на неделю, мне кажется, даже много. То есть мы могли бы обойтись и двумя. Вот. Одной вот такой вот кофтой, спортивным костюмом и пару футболок. Я взяла раз, два. Он в третий и где-то еще четвертый. То есть четыре футболки. Достаточно тоже две-три. Достаточно вполне девочки, правда. Простернули вечером, оно высохло за ночь, что. И, в принципе, все. Шорты одни взяла на выход, а одни вот такие вот на пляж. Мы ходим, они хлопковые такие, мягенькие. А, вот еще одна футболка, она просто грязная. Поэтому я ее так отвернула. Вот. Футболки для пляжа. Если вы вдруг... Мы просто целый день на пляже проводим, Поэтому нам, в принципе, одежда как таковая не нужна. Только вечером, когда погулять, пойти и покушать, и все. Вот. Поэтому шорты эти пригодились один раз. И то могли не пригодиться. Только вот такие вот для пляжа, и все. Я же говорю, парочку футболок. Это тоже для пляжа. Можете взять несколько плавок. Мы взяли трое. Достаточно двое. Вот. Одни как плавки, другие как шортики. И обязательно возьмите пижаму. Пижаму с длинным рукавом. Если вы зимой, то все-таки удобно. И штаны. Я не говорю, что холодно, но когда мы прилетели, было слегка прохладно. Может быть, еще акклиматизация была. Поэтому было нам, ну, как-то, знаете, ночью прохладно. Я даже попросила обогреватель. Нам даже обогреватель принесли, но мы его уже не включаем. То есть мы уже пришли к тому, что нам тепло. Из обуви. Одна обувь, в которую он прилетел, это кеды. И вечером он в них бегает. И одни для пляжа, это кроксы. Все. Больше никакая обувь для ребенка не нужна. Мне кажется, ни для девочек, ни для мальчиков. А, вот еще одна вещь. Я не знаю, ваши детки умеют плавать или нет. Мой плавать не умеет. Он смешно, конечно, выглядит в этом костюме. Но это действительно для бассейна крутая штука. И еще классно на рукавнике. Никогда бы не подумала. Мы были с друзьями и нам одолжили на рукавнике. И Малой на рукавниках по бассейну плавал так, что вообще очень здорово. Я не знаю, откуда это. Мне мама подарила. Как бы, по-отменее, откуда она взяла. Надо будет спросить. Вот. Это вся одежда, которая есть у малого. Я же говорю, что это даже много. Если вы летите на две недели, этого тоже вполне достаточно. А если на неделю, то надо даже меньше. По головному убору. Это может быть панамка, но у нас вот такая вот бейсболка. И ее вполне достаточно было. И, девочки, из медикаментов. Я летаю очень часто, поэтому я не беру много лекарств. Потому что здесь лекарства есть. Сейчас я вам, кстати, покажу, сколько я везу домой. Здесь лекарства в Египте очень хорошие. Поэтому везти особо ничего не надо. Возьмите только то, в чем вы уверены. Я взяла энтеросгель. Отравлений ни разу не было. Но от того, что дети пьют химию, то есть кока-колу, коктейли эти безалкогольные, один-два раза в день, сто процентов, как бы я не уговаривала, что не надо, все равно пьют. Поэтому я даю энтеросгель, скажу честно. Вот. Я привезла пять упаковок. Вот три везем обратно. Две я все-таки одну выпила сама. Одну давала малому. Дальше. Ацетоновые палочки. Вдруг поднимется ацетон как раз от химии или от температуры, или еще от чего-то. Я всегда могу проверить, есть ли ацетон у ребенка или нет. Хафитол. Бубанден обязательно. Если вдруг где-то какие-то высыпания, то он мне очень помогает. Нурофен. Здесь есть свой, можно в аптеке купить, можно не везти. У них очень хороший нурофен и бубрафен. Ну, я взяла, привезла свой. Также пантенол нам не пригодился, и вообще он крайне редко может зимой пригодиться, потому что солнце очень такое ласковое. Оно хоть и палит, но оно ласковое. У меня ребенок по факту вообще почти не загорел. Эскузан. Также я тут одна ампула разбилась, я только что увидела. У меня здесь ампула с глюкозой, еще один препарат, вот как раз он разбился. Сейчас вам скажу, называется бетаргин. Это если вдруг у ребенка отстало. Ну, слава богу, ничего не пригодилось. Также я взяла на всякий случай, потому что мы летели в этот отель первый раз, и я не знала, есть тут какао, нет, у меня ребенок любит какао. Взяла свой чай, который я люблю, но тут все есть. И взяла кашу, потому что мы прилетали рано утром, я не знала, будут нас кормить, не будут. И вообще, как тут будут кормить. Всегда с утра могу накормить ребенка кашей заварной такой, ну, запаренной. Тоже ничего не пригодилось, отель хороший. На моем канале, кстати, обзор на этот отель есть, или будет, не знаю, когда это видео выйдет. Но суть в том, что нам по факту вообще ничего не пригодилось. Мы тут очень здорово отдохнули. Поэтому по поводу препаратов не переживайте, сейчас я вам покажу, сколько препаратов я везу домой. Это детский чемодан Демида, он небольшой и немаленький, но вот. Я знаю, сейчас будет куча вопросов, почему столько препаратов и зачем. Это очень классные средства для волос, то есть это я беру себе курса. Также я взяла детям лекарства. Это вот, например, детские витамины. У меня дочь, подросток. Масло для тела, для волос тут разное. Это, кстати, цена резин. Ну, это как бы по моей теме. Я для себя тут кое-что взяла. Также детям взяла очень много витамин. Взяла и буброфен их. Вот, кстати, тоже витаминки. Тут витамины Д и омега. Что тут у меня еще? Зубные пасты здесь хорошие. Также от мигрени взяла. А, взяла две пачки дочери и сыну. От Ревина. Тут тоже он очень хороший. И омегу-3 курсом пропить. Ну, то есть, в принципе, здесь как бы никак лекарства, тут больше витамины. Тут взяла для мамы свои от суставов. Вот, это от горла. Тут хорошие препараты, лучше, чем у нас. Поэтому я решила, что вместо, например, манго я повезу, сейчас не сезон, я повезу лучше витаминки. Витамин. 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 Витамин.